Ну, кто не знает Пабло Пикассо. Знаешь Пабло Пикассо? Ну, а вдруг как? Ну, да, да, да. Между прочим, испанец, известный живописец, родился 133 года назад, но вот слава его не меркнет, ну просто до сих пор. Но, 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 тем не менее, у него, возможно, скоро появится конкурент, вернее, он уже появился юный живописец Роман Попов «Сибирский Пикассо», так его, между прочим, назвали в столице. Наш юный живописец, участник телешоу «Лучше всех», Рома, ну, доброе тебе утро. Доброе утро. Доброе утро, рад тебя приветствовать. Ну, да, действительно, хотим немного поговорить о твоем коллеге. Знаешь ли ты его, знаком ли с его творчеством? Ну, понятно, что лично нет. Пикассо? Пикассо тот самый. Он родился в Испании. Так. Его папа был учителем рисования. Он учил его рисовать. В 8 лет он нарисовал свою первую картину маслом. И никогда с ней не расставался. Ну, ты вообще как к его творчеству относишься? Оно тебе близко, тебе нравится то, что он делает? Ну, очень красивые картины в ярком стиле. А вот если, ну, ты наверняка наблюдаешь за работами различных художников, какие тебе ближе всего по, скажем, по их стилю? Ну, картины наших художников. Сурикова. То есть тебе нравится, когда такое более все настоящее такое, более естественное? А не как у Дали, допустим, у какого-нибудь он любил изображать такие... Просто можно, наверное, спросить стили. Да, я, кстати, могу, думаю, что мы можем продемонстрировать некоторые работы. Вот одна из них вот здесь тоже повыше. Я вот что-то подниму, что-то покажу. Так, это у нас гуашь, да? Или что это? Масло? А, масло. Масло. А, масло. 7 лет. Скажи, пожалуйста, вот ты уже сказал, что у Пикассо был отец художником, учителем рисования. А вот тебя кто обучал? Откуда у тебя страсть такая к рисованию? Я сам себя научил. Наверное, практика, практика и практика. Пористай пока. Это я вот с натуры нарисовал. Это я в самолете, когда летел, вот, в Москву вот нарисовал самолете. А чем, получается, больше любишь рисовать? Вот именно красками или, может быть, карандашом какие-то зарисовки? Я всем люблю рисовать. Нет, припочтение. Слушай, это очень здорово. А кроме натуры, вот, фантазийные какие-то сюжеты бывают? А это акварель. Или все наблюдение из жизни? Ну, некоторые абстракции, некоторое наблюдение из жизни. А пробовала ли ты, например, пастелью рисовать? Пастелью? Да. Ну, да. Ну, не твое это, да? Тебе больше нравится, когда вот краска вот она. Ну, я нарисовал, я рисовал, мне очень, у меня хорошо получается. Ну, в общем-то, не твое. Тебе больше нравится, когда кисть в руке, когда все как-то больше ближе к настоящему художественному чему-то. А я так понимаю, это у тебя Крым, да? Это ласточки на гнездо. Да. А ты с натуры рисовал или это с фотографией? Я с мастер-класса еще рисовал некоторые по интернету. А, то есть ты в интернете просмотришь и что-то вот таким вот образом. Ну, ты не против будешь, если мы немножечко поэксплуатируем тебя и твой талант, и у нас вот есть, собственно, кисти и у меня, и тебе дадим, наверное, ну, в общем-то, я думаю, как мастер сам выберешь, подходи сюда. А я уже взяла кисточку себе. Ну, это понятно. Выбирай какая-то более удобная для того, чтобы... Видишь, у нас есть такая вот история в том смысле, что здесь нужно вроде как, ну, в общем-то, подбирать... Я думаю, что мы попробуем как раз таки... Свет подходящий. Мне все кисти нужны. Все. Отлично. Вот. Человек сразу знает, что он хочет сделать и как сделать. Тогда немножечко давай вот сюда вставай, чтобы нашему телевизору также было видно. И выбирать свет подходящий. Мы попробуем почувствовать себя тоже немножечко пикассо с сибирскими. И попробуем тоже порисовать. Я думаю, что какой-то, наверное, пейзаж европейский нарисуем, потому что мы видим, что... Ну, Рома, у нас большое количество именно пейзажей, тут море. Действительно, ласточки на гнездо было. Да у нас тут, кажется, Греция какая-то, видимо, нарисована. Да, какой-то курорт, по всей видимости. Да. Тут сложно разобрать. Ну, тут видишь, для начинающих больше художников, но мы понимали, что не получится у нас сразу произведение искусства создать. Но, тем не менее, что-то... Рома, скажи, а вообще много ли уходит у тебя времени на картину? Ну, долго ли тебе нужно настраиваться перед тем, как рисовать, и потом там стоишь подолгу возле Мольберта? Я не стою подолгу. Не стоишь? То есть, наверное... Ну, два часа. Максимум, да? А вот самая долгая картина, самое большое количество времени, которое тебе понадобилось для того, чтобы картину какую-то... Какую-то нарисовать? Сколько-то дней, например, или, может быть, месяцев? Четыре часа. Четыре часа? Да. И все, шедер готов? Да, полностью. Угу. Ну, и как давно ты придумал подпись, в принципе, на своих картинах? Я вот вижу, что инициалы некоторые оставляешь. Давно ли начал подписывать свои работы? Ну, чтобы все знали, что это я рисовал. То есть... Нет, это, конечно, само собой. Это авторское право, чтобы вообще... Ты знаешь, я думаю, что у тебя, в принципе, уже какой-то авторский почерк появился, и уже сложно не узнать твои работы. Я просто имею в виду, что... Насколько ценятся они вообще, в принципе? Пробовал ли уже продавать их, может быть? Интересовались ли? Кто-нибудь. В своем инстаграме за 1600 рублей продавал, но никто не купил. Никто не купил? Никто не купил. Да как глупцы. Просто тебе ценить не понимал. Просто не попадался хороший. Я думаю, что они, может быть, просто подумали, что это указана цена в УЕ. И немножечко расстроились. Да, только из-за этого. А там же, на самом деле, были, может быть, допустим, Хакасский ТНГ. Да, кстати. А на самом деле это... Примерно говоря. Чуть-чуточек. Да, я уверен, что... Что найдется тот самый ценитель, который... Потому что, на самом деле, мне кажется, что авторская живопись, она достаточно популярна. Вообще, и коллекционеры не только классиков на уровне Пикассо покупают, но вот и достаточно юных. Тем более, когда это ребята талантливые, такие же, как у нас тут Рома. А вот мне интересно спросить у тебя, а вот есть ли у тебя какие-то предпочтения к определенным цветам? Ну, допустим, я вот люблю зеленый. И мне кажется, если бы... А я голубой люблю, например. Вот, пожалуйста. Если бы я был художником, то, наверняка, я бы очень много его использовал. Траву рисовал. Вот я у тебя вижу очень много такого... Это бирюзовый цвет? Это марина. Да. Вот ты любишь именно вот такие оттенки? Или, в принципе, вот как ты видишь, как это происходит в твоем сознании, в твоей голове, в твоих картинах, отображения? Нет какого... к любви к какому-то определенному цвету? Я бирюзовый люблю. Вот этот вот. Вот. Попали мы. Мы как раз таки и на стул, и на ножны посадили на человека. Просто. Совершенно верно. Что ж, ну я думаю, что некоторое время нам еще, конечно, понадобится для того, чтобы закончить эту работу. Но, тем не менее, уже видно, что есть мазок мастера. И нам даже подсказывают, что у нас есть на твою работу заказ, что к нам дозвонился какой-то человек, который хотел бы ее приобрести. Давай с ним пообщаемся. Мы, наверное, сейчас с ним поговорим. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, а. Ой, это посреди с иностранцем. Здравствуйте. Здравствуйте. Hello, my name is Сергей. My name is Anne. Меня зовут Рик. Я в вашем городе проездом по некоторым делам. Я смотрю ваш телевизор и как это? Лил Кит Мэкин Пикчерс. Я люблю это. Я хочу купить картину, как это, по-вашему? Да, действительно, услышали мы, что понравилось очень сильно творчество нашего юного таланта и оценил картины и хочет даже приобрести. Тысяча шестьсот. И за это тоже? Подожди, это незаконченная работа. Это? Если закончить красиво, тысяча шестьсот. Это условная цена. За тысяча шестьсот. Сорри, тысяча шестьсот. А вам... В долларах или в евро? В чем продевать будем? Может быть, в шоколадках возьмем? Это, мне кажется, будет практичнее. Краской? Или краской не возьмем. Деньгами. А какой валютой? Доллары или рубли? Алло? А до сих пор у нас... Доллары. У нас там рассуждение идет в долларах берем. Тысяча шестьсот долларов. Я не знаю. Я не настолько богат, чтобы их покупать. Мы сделаем тысяча шестьсот рублей. Рубли, тысяча шестьсот рублей. Шоколадки. А что шоколадки, говорят тогда? Тысяча шестьсот юаней. Ну... Я не знаю. Мой русский не так хорошо. Послушайте, мой британский друг. Вы мне скажете, что это слегка. Я предлагаю вам просто продать нажитое имущество. И тогда у вас будет возможность приобрести. И тогда уже дозванимся. А то, как получается, давайте вы купец, собственно, у нас товар. Поэтому это как-то деловые люди так не ведут беседы. Поэтому давайте чуть позже мы непременно с вами свяжемся. И уже готовьте деньги. И мы в свою очередь подготовим произведение искусства, которое перешлем вам почты. Конечно же. Ну вот видишь. Уже начинаешь пользоваться спросом, собственно, по полной программе. Мы рады были тебя пригласить к нам в студию. Давай еще раз представим нашего гостя. Да, Роман Попов, живописец, второклассник. Между прочим, еще пока. Так что есть там куда расти. И сибирские пикассы, как его уже успели прозвать в столице. Но я думаю, что здесь это за ним и закрепится, в общем-то. Совершенно верно. Спасибо тебе большое. Это была удивительно живописная встреча.